28 марта ко мне пришли из Колпинской полиции, из уголовного розыска Колпинской полиции. Майор представилась, показала документы, сказала, что они хотят со мной побеседовать. Я говорю, давайте повестку, приду по повестке. Тогда мне предразили, что в следующий раз они придут в другом составе и стеснут дверь. Я говорю, ладно, заходите. Пришли на кухню, показали мне стопку документов. Там решение суда, что на сайте Валеник.ру выявлены материалы, дискредитирующие, что-то там. И на основании этого принято решение, суд принимает решение, не постановление, а проведение осмотра. Прошли по всем комнатам, изъяли ноутбук, фотоаппарат и все носители информации. Я дал им два пакета, они упаковали это все дело в два пакета, опечатали там все это, как положено. И поехали в уголовный розыск. Спрашивали, почему я обозвался иностранным агентом. Это еще в 16-м или в каком-то там году, когда этот статус ввели, я написал, что я иностранный агент. Это на сайте, да? Да, первая строчка сайта. Им это не понравилось? Ну да, почему? Надо писать заявление куда-то в Минфин и так далее. Раз ты иностранный агент, пиши заявление, иначе это... Ну, глупости, в общем-то, такие. Я подписал протокол опроса или чего-то там, не знаю, и написал обязательство о явке. Это, я так понимаю, что статья дискредитации именно административной 20.3.3. Вы не помните что-нибудь? Ну, я не помню, то есть памяти вне тоже. Но говорили дискредитация. Да, да. А как они себя вели во время осмотра? Очень. То есть я был готов выразить им благодарность. Не в 6 утра, без ОМОНа. А вы сколько они пришли? Часов в 12 дня. То есть все по-человечески, это самое. И квартиру не перевернули, беспорядка не устроили? Нет, там пыльно. Они все эти бумажки, которые я несколько лет не перебирал, они все собрали, все это... О ком вы уважительно относились? Нормально все. Ну, женщина, это майор, она говорит, надо каким-то делом заняться. А вот вообще вам говорили, что потом, вот сказали, 29-го, значит, посмотрят технику, а после этого, что вам сказали, что на 30-го вы должны явиться к нам, мы там поговорим? Нет, нет. Вызовем. А вызовут, получается, у вас изъяли и технику, там, телефоны, да, вот это вот все, и камеру, да? Все. А как они, через кого, как они смогут вызвать? Домашний телефон. Я оставил домашний телефон.